Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заоживых, оплакив и мертвых, разбивая молнии», рассказываю вам о самом интересном, что связано с психиатрией, с головным мозгом, с лечением психических расстройств. Ну и вообще, мы говорим о науке, о том, как использовать те или иные данные. Сегодня очень у нас интересный ролик, он называется «Википедия. Свободная энциклопедия шарлатанов». Ну, короче, Вики Свенша. Что мы бы хотели вам сказать? Ну, у нас очень часто случаются комменты, где наши зрители прямо ссылаются на эту самую Википедию и очень этим гордятся. Надо вам сказать, что Роскомнадзор обязал поисковиков маркировать Википедию как нарушителя законодательства. И мы считаем, на самом деле, вы знаете, что мы, в общем, критически, как всегда, настроены к властям, но здесь, в данном случае, мы считаем, что на самом деле надо маркировать Википедию не как просто нарушение законодательства, а как чисто шарлатанский сайт, который на самом деле, ну, никакой полезной информации не содержит, а содержит массу информации вредной. Ну, а как это все доказать? Ну, пожалуйста, возьмем статью в этой самой Википедии под названием «Агамелатин фальдоксан». Ну, там сказано, что это атипичный антидепрессант, рекомендуемый при эпизодах большой депрессии взрослым пациентам. При этом ссылка идет на Европейское медицинское агентство. Обратите, пожалуйста, внимание. Солидный и достаточный источник информации, который, в общем, это учреждение соответствует американской Food and Drug Administration. Ну, зато дальше идет указание, что этот препарат можно использовать при терапии и профилактике депрессивных эпизодов биполярного расстройства. И ссылка идет, обратите, пожалуйста, внимание, на регистр лекарственных средств России. RLS Media. Есть этот справочник в интернете. Ну, и кто там это автор? Это господин Вышковский, который является доктором экономических наук. Мы заинтересовались, каким образом доктор Вышковский Геннадий Леонидович может определять показания для агомелатина, причем сам, причем такие показания которых вообще в природе не существует. Ну, и оказалось, что Геннадий Леонидович, он человек очень интересной судьбы. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот выпускник МИФИ, кандидат технических наук, старший научный сотрудник по специальности применения вычислительной техники математической. МИФИ, кандидат технических методов в научных исследованиях. Избран действительно членом какой-то международной академии информатизации. Не знаю, что сейчас говорить, что за это за академия. В шестом году защитил диссертацию на сыскание ученой степени доктора экономических наук. А в седьмом году стал профессором по специальности математический инструментальный метод экономики. То есть, этот человек многостаночник. Он и кандидат технических наук, и доктор экономических наук. Он и в вычислительной технике разбирается, он и в экономике разбирается. То есть, он разбирается во всем. Но самое интересное, что оказывается, он разбирается и в медицине. Он является создателем системы справочников. Регистр лекарственных средств, который объединяет также энциклопедии лекарств, аптекарь, доктор. Куча различных изданий, которые касаются непосредственно медицины. Честно говоря, нас это поразило, вот такое знание. То есть, смотрите, вы обращаетесь к Википедии за поиском какой-то нужной информации. И вам, наряду с солидными источниками, вы начинаете получать информацию, которая, в общем, по медицине, которую выдают какие-то доктора технических наук, экономических наук. Но это все равно, что вот, например, там появится, что вальдоксанагомелатин показан при шизофрении, и ссылка будет на Илона Маска. Конечно, Илон Маск, он человек удивительной судьбы. Он крупный бизнесмен. Все понятно, он очень талантливый человек. Но я, честно говоря, не думаю, что вот такая-такая рекомендация, она может, ну, кого-то, ну, я не знаю, заинтересовать. Или другая ситуация. Сейчас мы заговорили об Илоне Маске. Ну, например, появится вот это вот лицо. Я даже его называть не буду после того, как это лицо сняли с занимаемой должности. И скажут, что вальдоксан показан при деменции. Слушайте, ну, можно ли вообще ссылаться вот, ну, и вообще как-то воспринимать серьезно вот такие рекомендации? Конечно, это полная глупость. Это, в общем, полная чушь, которая говорит о том, что Википедия полна непроверенной информации, что она ссылается бог весть на что, бог весть на кого. И есть просто опасные моменты. Ну, Википедия, можно я тебя убью, пожалуйста. Мы рассказывали неоднократно, посмотрите, пожалуйста, у нас здесь плейлист называется Вальдоксан, про то, что акамелатины вызывает поражение печени. Здесь тоже говорится о том, что вызывает поражение печени, вплоть до десятикратного повышения уровня трансаминаза, развития печеносредоставств, вознагонения гепатита, желтушности. Все, что там сказано про поражение печени. Вы понимаете, если мы сейчас с вами откроем другой справочник, видаль французский, который посолиднее все-таки издается медицинскими работниками, откроем там статью про Вальдоксан, то мы увидим, что на самом деле Вальдоксан является единственным в России антинапрессантом. Там это мелким шрифтом, но найти это можно, в инструкции которого есть указание на то, что больные умирали от его использования, от лекарственного гепатита, и потребовалось несколько случаев трансплантации печени, потому что печень отказывалась, он больной не умер, ему нужно было пересадить печень. Более того, если мы с вами посмотрим в инструкцию этого препарата в Видале, то мы там увидим подробнейшее описание того, что нужно делать, когда возникают нарушения печени. Я здесь цитировать это все не буду, потому что мы это подробно все рассмотрим, несколько роликов этому посвятили. Пожалуйста, смотрите плейлист Вальдоксан, если хотите читать здесь, то просто остановите трансляцию и спокойно читайте. Дальше продолжается описание, где необходима осторожность, в каких случаях необходима осторожность, что надо делать перед терапией. Но это еще дальше не все. Дальше говорится о том, где, зачем нужно следить, какие нужно делать пробы. Все это подробно рассказывается, дальше говорится о том, как часто надо это делать пробы, в каких ситуациях надо делать пробы. Но и это еще не все, потому что есть еще другая информация. Немедленно прекратить лечение Вальдоксанов в определенных случаях, если есть какие-то определенные признаки, пожалуйста, их посмотрите. Мы тоже о них рассказывали. Это темная моча, обесцвеченный стул, это желтуха и тому подобное. Вот сколько информации в инструкции. И вы помните, сколько в этой самой Википедии информации, посвященной неблагоприятному воздействию Вальдоксана на печень. Так что я вас очень и очень прошу вслед за профессором Преображенским. Боже вас сохрани, не читайте эту самую Вики Свеншу, пожалуйста. Причем не до обеда, не после обеда. Это абсолютно бесполезно. Никаких знаний вы не получите. В лучшем случае вы получите какие-нибудь знания от какого-нибудь доктора технических наук, который ничего не понимает в медицине. И вы можете на этом очень и очень здорово погореть, если вы не поймете о том, что какое лекарство, чем оно опасно. Это, как правило, Википедия скрывает. Википедия об этом не рассказывает. Поэтому я вас очень и очень прошу, пожалуйста, не подвергайте свою жизнь опасности. И для того, чтобы вот это сведение о том, что Википедия опасна, что она может подорвать ваше здоровье, для того, чтобы эти сведения широко распространялись, я вас очень прошу. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, поставьте нам лайк. Пожалуйста, напишите нам коммент. Хотя бы краткий для продвижения нашего ролика. Нам бы хотелось, чтобы люди поняли, что вот эти ссылки на Википедию больше терпимо на нашем канале быть не могут. Потому что это ужасно безграмотная энциклопедия. Она абсолютно никому не нужна. Ее обязательно нужно проверять и перепроверять. Я вас очень, пожалуйста, прошу, если кто-то может, становитесь спонсором нашего канала. Потому что нам всегда нужны деньги хотя бы на то, чтобы перепроверять данные вот в этой дурацкой Вики с Венши. Пожалуйста, хотите отблагодарить нас за этот ролик. В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч. До новых встреч.